Уважаемые коллеги, всем добрый вечер. Хотел бы сначала поблагодарить всех. Большое спасибо, что вы, русские, так долго дружите с Кубой, так хотел бы весь комитет и добрый доктор, пригласить за приглашение на данную конференцию. Сейчас я вам расскажу о биохимических аспектах асоновой терапии и покажу, как оно может быть использовано. Сейчас я вам буду использовать информацию из отчет, который мы опубликовали в Международном журнале «Фармакология». И надеюсь, что российские ученые также будут опубликовать свои данные исследования из Международных журналов. Очень важно их там опубликовать для того, чтобы вы могли оказывать поддержку данной озонотерапии. Я знаю, что у вас очень много различных клинических результатов, но нам нужно видеть прочее количество ваших статей в Международных журналах на английском языке. Какого же механизмы озонотерапии? Озон империорически, в принципе, в Международных журналах на первые годы. Никто не знал, как он работает, как он действует, но в 1988 году вышла важная статья, которая была выполнена в большом счете на Кубе с участием Гелия Бурча, итальянского ученого. И данное исследование установило концепцию прокондиционирования оксидативного прокондиционирования, что объясняет то, как работает озон, как действует озон, и как данный синтез можно использовать в науке. Но тогда мы, доказательства культурно-файллотом на уровне доступны. Сейчас мы знаем, как это будет на геномном уровне. Благодаря другим исследованиям ключевой фокус здесь, вот эти два ядерных фактора, нуклеерных фактора. Предыдущая концепция оксидативного прокондиционирования гласила, что после определенного периода времени индукции стимула оксидативная система реагировала синтезом, но пока мы не знаем точно, как это работает, когда стимул находится рядом с клетками, происходит контакт с трендюсерами. Они дают сигнал, что активация различных генов находит в негидре, которые, собственно, реагируют на стимул, который выступает в... И такое случается со всеми стимулами. Но когда мы видим окислительный стимул, здесь мы еще видим работу на лечении трендюсеров. Здесь вот такой НРФ2 с оксидативным протеином, мелком происходит такое, что ядро обознает рецепторы, и таким образом образуется синтез, и так выглядит общий механизм данного индукции, что вы можете видеть на слайде. И если озон к этому прибудет, возможно, мы данный механизм идут к следующему образу. в том, что мы видим связь озона и НРФ2. Здесь мы видим связь озона и НРФ2. Но эта информация была получена из токсикологической информации, связанной с озоном. очень много есть публикаций, публикаций токсичных действий озона. В 2013 году, полученный из Италии, выполнил подобную статью очень высокой важности. Здесь мы видим, когда озон находится в контакте с Сибиром, им образуется образование протеинов, которые контактируют с клетками, и протеинов из НРФ2, благодаря им попадает внутрь гетера, что происходит с синтезом протеинов. Это очень важная статья в истории озонотерапии, потому что она показывает то, как работает механизм озона, как он связан с данным фактором. Мы выполнили дополнительные исследования и опубликовали данную статью в Европейском журнале «Фармакология» в 2014 году. И здесь мы ин виво показали в альпо-химотерапии, как работает данный процесс. Здесь это очень важное исследование. Я не смог его детально объяснить сейчас, но данную статью вы можете прочитать самостоятельно. и там показано, что в случае в альпо-химотерапии достаточно 100 метров крови с озоном, в контакте с озоном, для того, чтобы передать сигнал в другие лимфоциты. И именно поэтому мы понимаем, что больших дозов озона использовать не надо, даже небольшие дозы озона, и их достаточно для того, чтобы прести достаточный эффект на организм человека. Согласно последней статье, которую мы выполнили в данной тему, она была выполнена в Мексике. Здесь мы видим 8 пациентов с осейным склерозом, в результате мы увидели, что пациенты, которые прикилили в Мексике, с осейным склерозом, и здесь мы видим группу контрольных пациентов, контроль и группу пациентов с осейным склерозом, в результате мы увидели, что пациенты, которые проходили лечение озоном, их уровень антиоксидантного инзима был выше, и индикатор оксидативного стресса сравнивался, что является стандартным результатом, которым получили любые клинические испытания, в результате мы измерили индикатор на уровне молекулярной биологии, и здесь мы много чего интересно для себя поняли, если у пациента, который подлечит озоном, предположим, уровень NF2 был выше, что уровень NF2, то уровень инфлантаторных цитокинов снижался, как видно на данной таблице схематически, мы уже знали, что если NF2 попадает в ядро из-за действия оксидантов в силу озона, это может перейти к экспрессии антиоксидантов и инзимов, но благодаря этой статье мы смогли показать, что существует альтернативный способ или дополнительный способ, который можно применить изменить. Благодаря ОЗОМ ее можно привести к выпуску из-за ядра газовых кэнсэкенов, из-за ядра газовых кэнсэкенов и продвигают данные факторы и способов продвижения ядра. И здесь мы видим связь между концентрацией НРФ2 и НФКПП. И здесь нашей задачей было понять следующее, как в различных статьях в данном случае, здесь мы видим клинический, приклинический эксперимент, на котором показано, что благодаря вот здесь операционной концентрацией НРФ2 повысилась, а концентрация НРФ2 снизилась. такой же тренд мы можем видеть в данной статье, клинической статье, которая была опубликована. И вся подобная информация в них указывает на то, что активация обоих факторов работает одинаково по одному пути, благодаря озону мы видим данные факторы, но также данные процессы пересекаются, и когда активация повышенная, путь НРФ КПП, путь активации КПП, был снижен, и возможно, то же самое случилось, случается во время лечения озонов. Путь НРФ2 очень важный, потому что в последнее время большое количество статей пытались найти цель стимуляции НРФ2 для его активации. Сейчас мы понимаем, что озон является таким про веществом, которое активирует данные НРФ2, и его можно использовать для лечения различных заболеваний. и как видите, у всех данных заболеваний, что у них есть очень важный одинаковый момент. Во всех в них действует оксидательный стресс. Здесь мы видим два механизма действия. Первое, что мы обнаружили в 2021 году, это прямой механизм оксидации, который возникает в силу озона. Есть второй важный момент, который измечает в себя. Следующее, высокие дозы озоны могут привести к токсичности, то есть, имея в виду маленьких доз озона достаточно, че и важно соблюдать протокол. Дозы, которые указаны в материнской декларации, были получены эмпирически на тот момент в плане озонотерапии. Учитывая опыт российской школы озонотерапии, можно мы обращаемся к каждому эксперту, для того, чтобы они соблюдали достаточное количество низких дозах озонов, протокол, для того, чтобы данная терапия выполнялась должным образом. Большое спасибо вам за ваше внимание.